Всех приветствую, ребята, на моем канале. Это отзыв о смартфоне F150-2022. Поэтому, да, я скажу, несколько причин есть, почему его стоит купить и, по крайней мере, одна причина, почему не стоит связываться с этим аппаратом. Об этом более детально в этом видео. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Итак, далее подробности. В самом начале скажу, чтобы развеять все сомнения. В комментариях некоторые писали, что у них всех корпус пластиковый, кроме вот боковых вставок и так далее. Я не знаю, как в черном цвете и в песочном, но вот именно в серебристом задняя спинка полностью металлическая, скорее всего, алюминий крашеный и, скорее всего, со временем будет оставлять некоторые царапины. Вот, но единственное, что здесь пластиковое, это вот боковые буферные такие зоны. Это понятное дело, что он защищен, поэтому такой прорезиненный пластик или тач пластик, как его называют, присутствует у нас по углам. Он очень толстый, здесь практически 2 сантиметра у нас. Экран 6, почти 9 дюйма. 6,9 такой супер планшет небольшой. Вот, экран у нас Full HD. Это важное качество и я скажу, что на солнце из-за того, что IPS, мне немножко не хватало яркости. В целом, экран очень даже классный. И минималочка здесь более-менее на неплохом уровне. Может быть, немножко завышена, но это так не является существенным недостатком. В принципе, в темноте довольно комфортно им пользоваться. Очень яркий фонарик и, кстати, я проверил его как вспышку в ночное время. Он очень даже неплохо справляется эта вспышка со своими основными функциями. Следующий плюс, почему стоит рассмотреть также этот аппарат, это его батарея. Все-таки 8300. Это шикарный показатель. И я вам скажу, что за день его посадить очень трудно. Но если вы не спите, то понятно вам, в принципе, суток хватит, чтобы его посадить это устройство, эту батарею. 8300. Единственное, что заряжается достаточно долго. Но так как у нас хотя бы немножко быстрое зарядное устройство, зарядный блок, 18 ватт, поэтому так вот чуть меньше четырех часов и ваше устройство будет заряжено. Ну и на два, по сути дела, два полноценных дня. Я думаю, его будет достаточно. Плюс еще в том, что к этому устройству положили стекло. Стекло, причем без каких-либо вырезов, я имею в виду, под камеру-то есть вырез, нет таких вот, знаете, загугулинок. Полностью стекло ложится по кромке этого устройства. И это очень здорово. Есть только вот единственное отверстие для камеры фронтальной. В этом тоже вижу плюс. Вам, возможно, пригодится стекло. Если вы экстремал, хотя я очень надеюсь, что это стекло тоже долго проживет. Здесь временно есть защитная пленка на экране. Надеюсь, что стекло проживет долго и при падении не сразу разобьется. Но все-таки, если вы часто роняете, то стекло вам точно пригодится. Скажу, что дактилоскопический датчик соображает достаточно быстро и не мудрено, потому что здесь более-менее сам девайс очень хорошо справляется со своими функциями. Очень даже летает, как говорится. В этом есть определенный плюс. Что еще? Если говорить о самой платформе и если говорить о самом процессоре, это Helio G95. Довольно продуктивный, довольно быстрый процессор. Набирает почти 360 тысяч баллов в Antutu. Вот. И есть некоторые детали о устройстве. Вот подтверждается модель. 11 Android здесь. Обновления, кстати, прилетали, но такие, может быть, несущественные. Какие-то баги устраняли. Есть видеоускоритель или видеопроцессор Mali-G76. Довольно неплохой процессор. Full HD экран. Вот вы видите разрешение экрана какое. Основная камера может снимать 64 мегапикселя. Есть такая функция у него расширения, я бы сказал. Да, а в основном это фотографии в районе 16 мегапикселей. Основные. Так, вот операционная система. Оперативная память, прошу прощения. LPDDR4X у нас. 8 гигабайт оперативки. Очень даже здорово в этом устройстве. Внутренняя память 128. Из которой там было занято около 10. Поэтому 118 вы получаете свободных. Ну и плюс еще в том, что здесь у нас полноценный лоток. Если вы пользуетесь картами памяти, кроме двух наносимок, вы можете поставить еще и карту памяти. Это, я считаю, хороший плюс. Закрывается все очень даже плотно. Так что вода в течение часа-двух, я думаю, не быстро проникнет в ваше устройство. Если говорить о скорости быстродействия памяти, загрузка-выгрузка данных, обработка информации. Вот вы сейчас увидите это в прямом эфире. Сколько покажет нам тест быстродействия памяти. Сколько баллов он наберет. Больше 20 тысяч, я думаю, стоит ожидать. Здесь у нас накопительная система UFS 2.1. Вот около 20 тысяч баллов. Довольно неплохо. И вы видите, скорость передачи данных обозначена на экране. Как вы видите, можно настроить либо кнопки на экране, что я показывал в распаковке, либо вот можно настроить управление жестами. Все стандартно. Вот архитектура центрального процессора. 8 ядер. Они сделаны по 12-нанометровому техпроцессу. И основные ядра разгоняются до 2 ГГц. Так, дальше. Информация частота обновления у нас написана 90 Гц. И эти 90 Гц, по сути дела, не такая уж большая разница с 60. Вы особо разницу не заметите. У нас 398 пикселей на дюйм. Такое вот разрешение. И если говорить о работе мультитач, сейчас он показывает 4, 6. Вы видите, немножко оптимизация такая с тач-прикосновениями. Не такая, как хотелось бы. То есть, в принципе, если вы одним-двумя пальцами пользуетесь, то нормально. Алгарифмы работают вполне успешно. Но вот если что-то сложное с играми достаточно нечасто, но бывают фризы, некоторые подвисания. Это с какими-то серьезными настройками, с максималками, например. Если средние и минимальные, вообще без проблем любые игры потянет. По поводу камеры я еще скажу. Поэтому вот некоторые данные. 64 Мп можно настроить основную камеру. Вот. И у нас светосила довольно неплохая. 1,79 диафрагма. Вспышка поддерживается. Оптики стабилизации, понятное дело, нет. Но вот стабилизация электронная у нас присутствует. Как у основной камеры. Фронталка 16 Мп. И стабилизация в том числе есть электронная. Батарея я немножко уже сказал. Это большой плюс в этом устройстве. Хотя оно само по себе, конечно, тяжеленькое. Вот. Так что вы это имейте в виду. Может быть, кто-то и любит такие здоровенные аппараты. Но он реально очень крупный, этот смартфон. Хотя вот видно, что подбородок сам. Он не такой большой, как для защищенного телефона и рамки. Но что вы хотите, это все-таки защищенный смартфон. 11-ый Android я это тоже сказал. GPS. Так. Wi-Fi поддерживает две частоты. Вот. И датчики у нас есть практически все. Проще сказать, каких нет. Нет датчика температуры, нет пульсометра, датчика давления и гигрометра. Все остальное у нас присутствует. Вот. То есть, этот аппарат, видно, хорошо так постарались. Oukitel сделать. Добавили все, что нужно на это устройство. Что я еще хотел показать вам? Покажу результаты троттлинг-теста. Ну вот, троттлинг-тест под нагрузкой показал такие координаты. Такие данные. Максимальные гипсы 183, средние 158, минималка 113. Были некоторые провалы, но не критичные. Это 15 минут, 100 потоков. И вот ядра, по сути дела, были загружены по полной. Как по мне, довольно неплохой показатель. Перегревов я не ощущал. И скажу, что, в принципе, металлический корпус, он все-таки свое дело делает. Охлаждение идет более-менее адекватно. Вот такие интересные нюансы у нас с троттлинг-тестом и с нагревом. Самое печальное, как по мне, это фотоаппарат. Потому что, возможно, само приложение не так хорошо оптимизировано, не так хорошо справляется со своими функциями. Потому что те же 64 мегапикселя ожидаешь. Классные фотографии. Или вот обычные, там, 16 или на сколько. Но видно, что само приложение, оно не справляется со своими нагрузками. Хотя камеры здесь, видно, что довольно неплохие. Как фронталка, так и основная. Кстати, есть вот функция ночного видения. И оказывается, вот эти два датчика. Вот, возможно, вы видите их подсветку красную. Можно снимать в кромешной тьме. В комнате, где нет абсолютно никакого света. Можно сказать, что это как прибор ночного видения. Вы можете увидеть или даже фотографировать. Возможно, кому-то это пригодится. Понятно, что это черно-белые будут фотографии. Но это, по сути дела, камера ночного видения. Очень интересная штука. Возможно, и по этой причине устройство стоит так не дешево. 200 и больше долларов. Но все это есть. Макролинза есть. Есть широкоугольная камера. Это я все покажу вам в примерах видео. Видео можно снимать 4К. Скорее всего, 30 кадров в секунду. И вы видите, тоже есть Full HD качество. Но раз нет уточнений, значит, все это по 30 кадров в секунду. Вот такие интересные детали. Если говорить еще о настройках. Есть профессиональные, например, настройки. Здесь уже нужно разбираться. Потому что есть и ISO устанавливается, и дальше баланс белого и так далее. В общем, если вы немножко понимаете в фотографиях, я думаю, вы легко с этим разберетесь. Еще в настройках есть панорама. Я говорил, это когда вы ведете устройство. Есть ночная съемка. И можно сканировать QR-коды. Селфи панорама. Есть таймлапс. Я так понимаю, это отсрочка. 600 миллисекунд. Это, скорее всего, замедление съемки. Замедленная съемка. Slow motion. Вот такие интересные настройки. То есть, замедленная, ускоренная. Вот такие интересные. Есть настройки в этом девайсе. Так что я считаю, что камера, это, похоже, самое слабое звено в этом смартфоне. И было бы все здорово, если бы все-таки было, наверное, получше здесь приложение для камеры. Но, надеюсь, есть какие-то приложения более достойные. Так что просто попробуйте, возможно, в Play Market найти приложение, которым вы можете снимать, делать хорошие снимки. А так, кажется, все очень даже неплохо. Еще достоинство. И мне кажется, ну, как для меня, это довольно классная штука. Он очень громкий, этот девайс. Сейчас я покажу вам на примере YouTube-видео. Красивые виды Украины. Экран довольно неплох. Это Full HD качество. И звук очень громкий и очень классный. Довольно неплохого качества. То есть, если говорить о в этом девайсе, то есть, вот, зависаний в просмотрах видео, понятно, никаких нет. Видеопроцессор хорошо справляется. Но и звук шикарный. Вот это тоже основное достоинство этого девайса. Так что, если так подвести итог, повторить, какие здесь интересные есть настройки, функции. Он защищенный, это достоинство его. Здесь огромная батарея 8300. Здесь есть NFC. Здесь памяти. Будь здоров. 8-128 плюс полноценный лоток. Экран 6, почти 9 дюйма. 6,9. Вот, Full HD качество. И вот, как я говорил, что самое печальное, наверное, это все-таки его фотоаппарат. Все остальное довольно классно. Рекомендовать его, ну, если вот кроме фотоаппарата все остальные нюансы вас устраивают, то я рекомендую. Вот, если вам нужен еще и хороший фотик, то здесь много есть нюансов. Надеюсь, их исправят обновлениями. Но пока что таких обновлений не прилетало. Так что, ребята, посмотрите примеры фото, примеры видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. И хорошего вам дня. Пока-пока. Это 4К качество. Вроде бы есть электронная стабилизация тоже. И проверяем, насколько качественно фокусируется устройство. Так. Ну, кажется, фокусировка есть. Вот, достаточно неплохая. И посмотрим, какой звук. 4К. 4К. Это смартфон Altitel F-150-2022. Это смартфон Altitel F-150-2022. Full HD качество видео. Проверяем звук. И проверяем настройки видео. Вот, вы видите, в принципе, достаточно быстро. Фокусируется на ближайших изделиях Full HD. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.